Во все времена, сколько существует хип-хоп, битмейкеры играли важнейшую роль в успехе композиций. Причем парадоксально то, что с каждым годом их значение только увеличивается. Вы и сами замечаете, что глубокие тексты убивают примитивность, а техника сменилась зацикливанием, фраз и адлибами. Лишь малая часть MC, таких как тот же Bumblebee, может справиться и без крутого инструментала, ибо его скилл позволяет зачитать даже под пулеметную очередь. Если имеются рэперы, что являются недооцененными, то битмейкеры недооценены вообще априори. Они находятся в тени, к ним вряд ли подойдут за автографом, так как их внешность известна только маленькой аудитории. Бывают, конечно, благодарные рэперы, что могут показать своего битмаря прямо в клипе, но это редкость. А то, какие палки в колеса вставляют артисты и их лейблы с невыплатами денег и авторскими правами, это сущий ад для любого саунд-продюсера. Если вы посмотрели ролик про Метро Бумена и думаете, что такой лайфстайл у всех музыкантов в этой нише, то, скорее всего, такой лайфстайл только у Метро. В последнее время наблюдается весьма интересная тенденция. Это продюсеры, что не хотят ограничиваться одним жанром. Они пишут музыку для поп и R&B исполнителей, могут внедрять живые инструменты, записываясь с лайфбендами, а также пишут саундтреки для фильмов, игр, рекламы и прочего. Однако, одним из самых безумных экспериментов для битмейкера может стать переход в то амплуа, для кого он эту музыку и пишет, а именно стать рэпером. И почему бы и нет, ведь ты на 100% знаешь всю подноготную своей музыки и в состоянии сделать бит полностью под свои возможности. И сегодня мы посмотрим на тех битмейкеров, что смели проявить себя в музыкальной сфере не только в амплуа человека, кто пишет музыку, но и исполняет ее. И первым, кто приходит к мне на ум, когда речь заходит о таких людях, это Kanye West. Одно из главных качеств успешного битмейкера это усидчивость, ибо эти люди могут тратить целые месяцы и недели, чтобы довести до идеала одну маленькую составляющую инструментала, тот же бас. И когда такой битмейкер становится рэпером, можете не сменеваться, заморачиваться он будет не меньше. Сам Kanye еще с детства питал страсть к этому делу. Хотел писать музыку для игр, а седьмого класса уже создавал инструменталы и продавал их. Наряду с этим он испытывал свои силы как MC, но тогда стало очевидно, что создавать музыку получалось намного успешнее. И первая серьезная работа Kanye, как творца музыки, была на альбоме рэпера Грава в 96 году, где на 8 композициях он отвечал за продакшн и в одном треке даже зачитал куплет. В дальнейшем музыкант был тайным продюсером Дидота. Условием сотрудничества было то, что Kanye не мог вести сольную карьеру, и поэтому создает группу Go Getto, где принимал участие и как саунд-продюсер, и как исполнитель, а было это в конце 90-х. В то время его карьера как битмейкера шла в гору. Kanye принял участие в успешной пластинке Foxy Brown, что стала первой девушкой-рэпером на вершинных чартах с продажами, превышающими 600 тысяч за первую неделю. Не сказать, что трек My Life стал хитом, но быть причастным к такой крупной работе – это большая мотивация. Потихоньку поднимаясь наверх, нашему герою доверили продакшн для артистов Rockefeller Records, и самой большой звездой там являлся Jay-Z. Его альбом The Blueprint стал классикой мирового хип-хопа, и без минусов Kanye там не обошлось. Успех пластинки Jay-Z открыл дорогу к высшим эшелонам музыки, и в начале нулевых Kanye продюсирует треки Beyonce, TI, NASA, Alicia Keys. Но этого всего ему показалось мало, он всегда стремился стать именно MC. Однако все окружение твердило ему – не занимайся ерундой, ты гениальный продюсер. И он как бы соглашался, но все равно втихушку отсылал свой материал на разные лейблы. Его главной проблемой было отсутствие типичного бэкграунда рэпера. Он не банчил, не был в бандах, хорошо учился и популярный на тот момент гангстер рэп. Никак не соприкасался с образом положительного Kanye, но появился тот человек, что поверил в него как в исполнителя, а именно Талиб Квейли. Все же он был благодарен Уэсту за продакшн самых успешных синглов в карьере. И в концертном турне Талиб позволил ему исполнять треки в качестве бэк-эмси. Таким образом, Kanye набирал первый опыт выступлений на сцене. Музыканта подписывают на Rockefeller Records, и спустя небольшой промежуток времени с ним происходит несчастье, серьезная авария и были шансы лишиться жизни. Но сумел выкарабкаться и получил большое вдохновение после этого события. И даже со сломанной челюстью записал трек Тори Де Ваа. И начал работу над своим дебютником, где главная тема трудности, которые попадались на его пути. И как ни странно, первый альбом Kanye был продан тиражом более полумиллиона экземпляров за первую неделю. Все критики отмечали новаторское звучание, и то, что артисту удалось без всей этой клишированной гансто-тематики сотворить интересный продукт. В последующие годы Kanye стал тем человеком, что изменил рэп навсегда. Он тот, кто сделал упор именно на звучание, показав неистовый перфекционизм. Только представьте, Бэнгер Стронга. Сводили более 75 раз и записывали более 50 раз на 10 разных студиях. Ты псих! Это же просто уму непостижимо. У нас МС Беккета с неохотой прописывают. А как они записывали совместно альбом с Джей Зи, перемещаясь по разным отелям. И поссорились после того, как Куэст доводил все до ума очень долгое время. В общем, Kanye это настоящий гений, что смог перенести тот перфекционизм из битмейкинга в рэп и изменил его навсегда. Этот музыкант живет абсолютно в своем мире, полностью запарикадировавшись от внешних факторов. Он будет до последнего вымучивать свой материал. И можете не сомневаться, качество будет на уровне. Скрипи довольно закрытый человек и не любит распространяться о детстве, семье и прошлом. Поэтому о его увлечении битмейкингом мало что известно. Зато в детстве он увлекался рисованием и весь креатив в классе лежал на его плечах. Занимался написанием стихов. В 15 лет он начинает писать биты и у него будто сорвало крышу. Огромным источником вдохновения для Адиля, что тогда что и сейчас является Дре. Когда он увлекся этим делом, его музыкальный диапазон очень сильно вырос. Так как сэмплирование это неотъемлемая часть хип-хопа. И частенько музыка середины 20 века воодушевляла Адиля на новые работы. По окончании школы Скрипи поступает в вуз по специальности мастер-художник. Но вскоре покидает его. Потому что из-за учебы оставалось слишком мало времени на музыку. И вся творческая энергия быстро заканчивалась. Уйдя из состава студентов, Адиль начал думать, что же делать дальше. И начинает продавать свои биты в сети. Уже очень быстро его приметили разные МС. В их числе были Ригас, Гидропомка и все биты на битву за респект. Продавая биты таким сомнительным персонажам, не раз музыканта посещала такая добрая жадность. Не хотелось отдавать свои творения другим. Была уверенность, что они абсолютно не понимают, как нужно читать на этот бит. И он был уверен, что знает как лучше и сможет это показать. В 2009 году Скрип и его казахстанская флейва создают объединение Джиллс. Новые треки и клипы от Адиля стали появляться часто и о нем начинают узнавать. Переломным моментом в его карьере стал выход трека. Выбор без вариантов, все что ты нам дал. После чего крупный лейбл Газгольдер связывается с артистом и подписывает его к себе. Первые работы Скрип и на газе были вдохновлены всей этой южакиной и трэпом. И очень часто артиста приписывали к новой школе. Смотри, здесь выжимают по капле. Я хочу пару пальчиков прямо на клей, чтобы ободить без их соплей. Твой зад склейн с Иваном, вот же проблем. Я под желанием кинуть за папин, доп, ты капли. Но выход альбома «Дом с нормальными явлениями» лишил его амплуа модного рэпера или рэпера-однодневки. Данный релиз преподнес Скрипи в ранг культовых артистов своего поколения в СНГ уж точно. По мнению многих, альбом забрал пальму первенства в соревновании за лучший релиз того года. Ибо тот вайб, звучание, неповторимый стиль выделяли Скрипи на фоне других. Выпустив еще три альбома, Адиль стал одним из самых известных артистов в СНГ. Он оказывает огромное влияние на весь молодняк и то, какая музыка у него сегодня, явно дает понять, что мы услышим завтра от других. Человек, что сам вдохновился Канье. И на удивление, их судьба и влияние на рэп-индустрию неоспоримы. И то, что Канье стал тем, кто показал миру Трэвиса Скотта, еще больше дает понять, что их встреча была предначертана кем-то свыше. Сам Жак Уэбстер, именно так зовут Трэвиса. Рост довольно в обеспеченной семье. Его отец имел свой бизнес, а мать была частью компании Apple. Его дед и отец были музыкантами. В детские годы Трэвису подарили барабанную установку, и он постоянно играл на ней. В 16 лет он начинает писать биты на пару со своим товарищем Крисом. Вдохновившись дебютником Канье «Колледж Дропаут». И в следующем году он выпустил свой первый мини-альбом. И там он впервые испытал себя в качестве MC. В то время Трэвис учился в колледже, и вам даже говорить не нужно, что он сделал дальше. Да-да-да, он бросает учебу и переезжает из Хьюстона в Л.А. Изначально Ла Флейм было нелегко выжить в большом городе, и на первых этапах карьеры ему оказывал помощь Майк Вакс. Человек, что владел рэп-порталом, и не раз хвалил там Трэвиса. И как-то в один из дней 2012 года произошел переломный момент в жизни Жака. Гигант Юга Ти Ай услышал работу Трэвиса, и захотел поработать с ним. Он звонил ему 14 раз, но тот не брал трубку. И когда все-таки дозвонился, Ти Ай позвал Юнца на студию, и они записали совместку Animal. О Скоке начинают говорить. И как только к Канье попал материал фрешмана, он связался с ним и тут же взял его к себе на гуд мюзик. И с компиляции этой флейвы началось участие Трэвиса в работах лейбла. Далее попадание фрешмана Double XL, удачный микстейп и два его альбома, что стали платиновыми и инновационными. Показав то, в какую сторону будет двигаться рэп-индустрия. Благодаря Трэвису, огромная часть представителей новой школы пересмотрела использование автотюна. И так же, как в случае с Канье, акцент прежде всего на звучание и разнообразие в песне. В композиции Скотта есть сюжет, она постоянно развивается и видоизменяется. Даже сам Канье вдохновляется его работами. И где-то была информация о том, что Трэвис главный густрайтер для Канье. Ни для кого не секрет, что с текстами Канье работает целая команда призрачных писак. А так же, немного расскажу вам о тех, кто застойен упоминания. Эти ребята имеют большие перспективы. Ронни Джей. Если Метра Бумен является примером образцово-показательного битмейкера, что способен мотивировать людей своей биографией, то Ронни это такой музыкант, что делает биты, под которые сносит крышу. А если еще и MC на инструментале крутой, то это музыка, под которую хочется убивать. Сейчас Ронни пробует себя, как исполнителя. На его голосе большое число эффектов. И несмотря на Россо Беззвезд, его крайнего релиза, именно один из двух сольных треков зашел мне больше всего. Локи Мин так же не раскрыл свой потенциал на максимум. И лично я считаю его одним из самых перспективных на букинг машин. И тут дело не в том, что другие плохие, а в том, что Локи Мин непредсказуем. Если в первых работах прослеживалось влияние Дензела и Трависа, то сейчас очевидно, Локи вдохновляется металлом и хочет выработать свой стиль. Поэтому ожидать от него можно все что угодно. Все же музыкальный диапазон Локи огромен. Ну а если вам понравился ролик, то я сделаю еще одну часть. Ибо тема до конца не раскрыта, а хронометраж, к сожалению, не бесконечна. Ставьте пальцы вверх. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте. Любите рэп и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok